Люди думают, трэш-ток – это легко. Это нелегко. Чем больше ты разговариваешь, тем больше тебе приходится работать. Тебе нужно оправдывать свое это поведение. Тебе нужно дать газ в клетке. Чтобы дать газ в клетке, нужно три месяца жить в спортзале. Вот я и жил в спортзале, понимаешь? А если я молча буду выходить, молча, я не буду так впахивать. Мага, я всех записался, плохое интервью будет, но потом пошли много поза. Я революсинецким. Всем привет! Вы смотрите Труджим, и с вами Свежинцев Роман. Я думаю, после впечатляющей победы Магомеда Исмаилова над Артемом Фроловым, многим будет интересно послушать его интервью после боя. Поэтому приятного вам просмотра. И да, не забывайте ставить царские лайки за мою работу. Спасибо! Смотри, когда ты увидел, что сделала твоя голова с головой пролова, ты видел на эту гематому? Блин, мне очень неудобно. Я головами ступнули домой. Насколько это выглядело страшно? Типа, потому что на экране это выглядело... Но мне обидно было. Я потом думал, блин, как-то не бить, что ли, туда теперь, слушай. И думаю, ну не бить туда точно не получается. У нас вся работа была выстроена вот отсюда как-то. И мне было как-то неудобно, я сейчас знаю. Это очень сбивает с настроя на бой, когда ты думаешь, блин, я ему головой попал, вот такую гематому сделал. Как я сейчас еще ему туда буду бить, вот эту гематому? И я как-то пытался завернуть кулачок чуть-чуть, попрости, чуть-чуть ниже пытался завернуть, чуть-чуть ниже этой гематомы я пытался. И вот это чуть-чуть меня отвлекало, если честно. Какие у меня могут быть ощущения после победы над Артемом Фроловым, скажи? Конечно, у меня букет положительных впечатлений. Этот парень расположен на 11 строчек выше меня в мировой брате. Это серьезная позиция для меня, он очень мощный. Я реально ощущал вот это его характер, вот это его... Я знал, что сколько я его не бил, он не оговорил, он не остановится, и парень будет идти вперед. Вот, хоть бей его, хоть что делай, он будет вставать и продолжать идти вперед. Я его потряс несколько раз. Но посмотри, что он сделал. Он встряхнул голову и двинулся вперед. У этого парня непоколебимый характер. Конечно, у меня положительные впечатления. Как только раунд закончился, я подумал, ну ты мужик, в самом деле, железный. Ты железный мужик, я ему так и сказал, ты железный, Артем. Я говорю ему, ты не против? Я хочу с тобой дружить, ты не против? Нет, я не против, я к нему, значит, мы будем дружить. Очень положительно я к нему отношусь, очень положительно. Можешь сравнить с боем с Минеевым? Послушайте, послушайте, не могу сравнить. В бою с Минеевым я был одним человеком, а в этом бою я был другим человеком. В бою с Минеевым со второго раунда я говорил, что-то пошло у меня не так. 20% меня дорабатывали остальные 3 раунда. Сейчас же все иначе. Ты видел, чтобы я отек во время боя, чтобы я опух? Нет, я там залился, я неправильно питался, неправильное восстановление после большой сгонки. Я был другим человеком в том бою, я просто пытался доработать. Я просто пытался доработать. Пытался доработать до последнего. В третьем раунде мы давали спад. Вот Рамазан мне сказал, я вижу, что с тобой что-то не так. Давай спад. В третьем раунде дали спад. Сейчас как? Сейчас нормально. Давай четвертый раунд газ. Четвертый раунд газ. Пятый раунд доработай, мы выиграли. Пятый раунд дорабатывай, но мы не выиграли. После четвертого раунда с Минеевым я думал, я побеждаю бой. Я думал, я выигрываю. Но это был другой Магомед Исмаилов в том бою. В этом бою я был на максималках и Артем мне дал сумасшедший бой. Если я чувствовал себя как в бою с Минеевым, то все пять раундов продолжались бы как первый и второй. Я так думаю. Но произошло то, что произошло. Артем Фролов мужчина. После боя с Минеевым я так говорил. Я говорил, что уважаю его, что хочу дружить с ним и так далее. Не говорил. Потому что это был грязный бой. Ты достаточно хорошо провел все три раунда на одном дыхании. Физически как-то уделял особый упор на физподготовку в этот раз? Вот сейчас меня его заведите, мне еще на три раунда. Еще три раунда газа много. Магомед, а мы с вами когда записывали большое интервью, вы говорили, что несколько травм коленей у вас было по ходу карьеры. А насколько сейчас это ощущается в боях вообще? Мне нужно заняться коленом. Мне нужно заняться своим коленом. Он бил мне сейчас внутренний лоу-кик. Мы, в принципе, ожидали этот удар. Мы ожидали удар этой задней ногой и внутренней, и этот. Все это ждали мы от Фролова. И он оправдал наше ожидание. Он бил внутренний лоу-кик, бил в корпус задней ногой. Вот. Есть ощущение, что тяжелые травмы там не проходят? Ну, у меня, я, честно говоря, старый, но с порохом, как бы. Вот, так сказать. Но мощно. Поэтому, да, у меня есть, конечно, определенные вещи, над которыми мне нужно уделять, но, ну, особенное внимание, которое мне нужно уделять. И вот я сейчас после боя собираюсь уделять этим моментам внимания, чтобы я мог в следующем бою газануть еще раз. А, завтрашний день как проведете? В постели, в постели и за столом у Владимира Атаровича. Да, буду кушать, питаться, улыбаться. Наверное, пересматривать буду бой, ну, раз 50 минимум я его пересмотрю. Это стабильная тема. Садишься, кушаешь, смотришь, ау, 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 и все 50 раз, как в первый, смотришь. Мага, а скажи честно, больше упор был на что, на борцовскую технику или на боксерскую? Потому что тогда, когда ты пошутил с Васильевским, что будем боксировать, никто не поверил, честно. А ты боксировал. Нет, у нас мы были готовы побороться сейчас. Но я говорил своему брату, говорил Владимир Атарович, я говорю, он пройдет ноги. Я говорю, что Артем пройдет ноги. И вот, клянусь, я ожидал, что он пройдет ноги, не сможет меня сбить и будет бить на выходе. Я знал, что он будет отпускать ножку и бить рукой. Я, в принципе, был готов. Ну, меня радует, что все, что он показывал, я к этому был готов, то есть я ждал от него этого. То есть я не ошибся. В нашем геймплане мы не допустили ошибок и подошли правильно к этому противостоянию. То есть он тебя не удивил ничем? Да, как не удивил. Я, чтобы минут 10 рассказывал, как он меня удивил. Ты даже нечестный. Ты был готов ко всему, что он был? Нет, я готов был к определенным фишкам. У нас был геймплан определен. Мы говорим, он сделает так, ты должен поступить вот так. Да, мы угадали. Но во всем остальном он меня удивил. Очень даже удивил. Ты не видел, что ли в бою немножко мои глаза были больше, чем обычно. Фляж после боя был прекрасен, честно скажу. Это тебе будет всегда? Ага. Слушай, это просто меня чуть замучили этими, типа ты умираешь в третьем раунде и так далее. Да, это было все мои предыдущие бои, до боя с меняем. Если вы посмотрите, вы увидите, что я поднимал темп в третьем раунде. Или вносил всех в первом. Да, я был не против. Я был не против, хорошо, что они так говорят, хорошо, что они так думают. Значит, для моего оппонента будет неожиданностью то, что я в третьем раунде смогу повысить темп. Вроде я и поднимал темп, да, в третьем раунде было дело, да. Ты даже зарубился. Да. А в четвертом нормально дергал я, да. Ты прям на четвертый гол готов будете, молодец. А постоянно сравнивают уровень UFC, ваш уровень, уровень бойцов в России. А лично ваше мнение, как раз там скоро будет бой 84 килограмма, Адесани и Витакир. Как вы сами себя чувствуете относительно того, что формально поройте? Я так не смотрю. Вот если в клетке Адесани и Витакир на мэра не имеет значения. Если мне предлагают бой, я соглашаюсь, например. Не важно, кто там на той стороне. Я знаю, даже порой кажется, он слабый. Его можно пройти. Но там в клетке, когда ты зайдешь туда, ты можешь проиграть. Также можешь быть сильный. В этот день тебе либо суждено выиграть, либо проиграть. Не важно, кто там стоит в той клетке. Вот сейчас сказать, о, Витакир, я вышел бы, не потянул бы, я не могу. Или сказать, например, там, а этот я выйду, там не потяну или потяну. Там в этот день я буду готовиться на Витакир, я буду готовиться, как и на Витакир. На Аромеро, как на Аромеро. На Фролова я готовился, как на Фролова. И вот и все, разницы нету, кто там на другой стороне. Важно, каким ты будешь в этот вечер. Ну, условно, если бы вам предложили поджаться с первым номером рейтинга, вы бы не стали говорить, что нужны там добавления. Вперед! 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 Мы с тобой говорили о том, что все твои поединки, они все разные, медийные. Спортивные. Вот у тебя уже был и спортивный бой с Артемом. До этого были громкие бои, денежные, ну, можно тоже так их назвать, да? С треш-током, с поддержкой медиа. Следующий поединок, он, может быть, будет кардинально отличаться от этих двух прошлых? Хотелось бы, что-то вообще новое, кардинально интересное. Возможно. Может быть, с иностранцем, например. Я хочу какое-нибудь такое имя, чтобы сказали, Вау, он же разнесет сейчас Исмаилова, и чтобы я уж... Ну, что ты с нами берешь? Останет Алексея Будорина. Останет Алексея Будорина. Я беру столько в стойке. С кандидатами мастера спорта по борьбе я беру столько в стойке. Ничего меня сейчас не беспокоит физически. Буквально через три месяца мы можем повторить. То есть выйти в клетку, начало, и подраться мы можем снова. То есть... Я не хочу сказать, что Фролов не нанес мне ущерба, там-то. У меня болят кулачки, слушай. Он железный парень, на самом деле железный. Попадаешь, думаешь, оф, ничего себе, это что за голова, слушай. Мне кажется, у тебя есть один вот очень интересный соперник в России, который тебе очень подошел, это Иван Штырков. Иван Штырков? Да, как тебе? Иван Штырков большой, нет, парень? Большой. Большой. Ты тоже не маленький. Нет, Иван Штырков большой. Он хотел, но говорил о том, что может попробовать. Он же в резине сейчас дерется. А так было бы интересное противостояние. У него есть имя, я думаю, ну... Просто больше никого в России не осталось под Магомеда Исмаяц. Да ладно тебе, слыши, Ярослав. Кроме Штыркова никого нету, хочешь сказать, да? Шлеменко? Ну, Шлеменко... Ну, да, а что, кроме Шлеменко, например, Анатолий Токов, например. Очень интересно. Реван, ну тебе интересно. Пусть ко мне идет. Когда-то, когда-то, когда я был более раскручен и так далее, я не посмотрел, там, Токов, есть у него имя, нету и так далее. Я вышел с ним и подрался. С момента, как он одержал надобную победу, да, он выиграл. И это единственный парень, поражение которому я признаю, что я реально проиграл ему в том бою. И с этого момента его карьера пошла вот на всплеск, на пик. Вот теперь он мне должен тоже дать вариант отыграться. Кстати, он мне в наглую сказал, типа, нет. Я говорю, реванш будет. Он говорит, нет, не хочу. Я говорю, ты, а души, а души, братья. Я ему говорю, реванш сделаем. Он говорит, нет, не сделаем. Я говорю, как не сделаем. Я говорю, ну, ну, хоть так наглую, я говорю, чуть-чуть, ну, имею, да, скромность чуть сказать. Возможно, там, хотя бы. А души. Гругая Токов, это твоя вот. Токов мне интересен. И последний. А Штырков тоже был бы интересен.